Уважаемые земляки, хочу рассказать информацию по новой коронавирусной инфекции в нашей республике, ситуации. Мы видим за неделю идет стремительный взрывной рост заболеваемости, и мы выросли в четыре раза по сравнению с прошлой неделей. В неделю, особенно сейчас эти дни, идет большой рост системы здравоохранения. В нашей республике все медицинские работники работают практически шестикратной нагрузкой. Мы видим и рост числа ОРВИИ, и рост числа заболеваний COVID-19. Мы вынуждены отменить плановую госпитализацию, плановые приемы в связи с тем, что идет высокая заболеваемость, и привлекли наших специалистов республиканских учреждений для работы в первичном звене. Сейчас идет быстрая организация амбулаторных центров для шаговой доступности, для того, чтобы максимально получить необходимую помощь, получить возможность сдачи маска на пациент, и все мероприятия, которые выполняют наши медицинские организации. Мы видим, что есть проблемы. Ежедневно число обращений растет. Вчера на линию 122 поступило практически 5000 обращений. Мы на каждое утро их разбираем. Видим самые болевые точки. То, что действительно необходимо еще больше наших неотложных бригад для оказания помощи нашим городским поликлиникам. Дополнительно, вот я уже акцентировала внимание, будут открыты амбулаторные центры. Завтра мы начинаем подготовку и максимально в короткие сроки, к понедельнику, откроем дополнительный амбулаторный центр в как раз завершенном нашем новом центре единоборств для жителей сотых кварталов. Учитывая то, что у нас там амбулатория находится в приспособленном помещении. И тоже будем анонсировать работу для наших жителей отдаленных микрорайонов. Видим, что действительно идет рост заболеваемости в наших пригородных районах. И на штаб дополнительно выносим мероприятия по организации амбулаторных центров. Обращать на себя внимание при такой большой загрузке нашей всей медицинской системы на число звонков с легкими формами заболеваний COVID-19 или остро-респираторной вирусной инфекции. Поэтому я настоятельно рекомендую руководствоваться теми алгоритмами, которые буквально вчера выложены у нас на всех аккаунтах, которые подготовлены Министерством здравоохранения Российской Федерации. И четко написано, при невысоких температурах, при наличии сопутствующих заболеваний, от того, что привиты вы или не привиты, руководствовать тем алгоритмом действий. У нас на линии 122 открыты дистанционные пункты консультации. И при колл-центрах существуют пункты консультации, поэтому есть возможность получить дополнительную информацию. Но четко прописана в нашей карточке работа и служба ковидного такси. Ежедневно мы мониторим ситуацию и по каждой поликлинике перенаправляем специалистов с наших учреждений в те самые болевые точки. Также обращаю внимание, уважаемые наши граждане Республики Бурятия, что за эту неделю идет снижение числа обращений за вакцинацией. Еще раз мы все медицинские работники просим вас убедительно прийти и получить сегодня вакцинацию или евакцинацию в зависимости от сроков. Только коллективный иммунитет будет способствовать тому, что мы будем с вами успешно проходить пятую волну. Поэтому, уважаемые земляки, ситуация сложная. Это пандемия. Медицинские организации работают в большой-большой нагрузке. Поэтому нам очень важна ваша помощь, содействие и внимание и совместная такая забота друг о друге. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!